ПЕСНЯ И спаси, блажен души нашего. Господи, молим Тебя, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни на право, ни на лево от истинного понимания божественных Твоих слов. Пребудь с нами в этот вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святой Духа. Аминь. Второе послание к Олимпинам, святого апостола Павла, 2 глава, 15 стих. Павел, неминующий микрофон, выключите, пожалуйста. Павел, слышите меня? Толкование. Говорит это и потому, что мы сами себя приносим в жертву, умирая за Христа. Или потому, что при заклании Христа и мы воскуряем в некоторое благовоние. Смысл же слов его следующий. Спасется ли кто или погибает? Евангелие сохраняет свое достоинство. И мы продолжаем быть тем, что... Тяна, плохо слышите меня? Ну да. Микрофончик выключите, пожалуйста. Ваш шум идет. Не могу. Как свет, хотя ослепляет слабых зрением, однако остается светом, или как мед, хотя бы казался горьким для страдающих желтухой, однако не перестает быть сладким. Так и Евангелие издает благоухание, хотя неверующие и погибают. И мы, Христово благоухание, но не просто, а Богу. А если Бог определил так о нас, то кто станет противоречив? Вопросы? 2 Коринфянам 2,16 Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему толкованию? Поскольку сказал, мы благоухание и в погибающих, то, что бы ты ни подумал, что и погибающие угодны и приятны Богу, пристал купил следующее. Обоняя благоухание это, одни спасаются, а другие погибают. Как мира, говорят, удушает свиней и жуков, так и Христос положен камнем соблазна и преткновения. Так и огонь. Золото очищает, а керния сжигает. Поскольку так много сказал словами, мы благоухание и торжествуем, то опять старается умерить речь. Для этого говорит, что мы сами по себе без помощи Божией недостаточно, ибо все Ему принадлежит, и нет ничего нашего. 2 Коринфянам 2.17 Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Слово Божие, толкование, здесь указывает на лжи апостолов, которые почитали благодать Божию собственным делом. Потому, говорит, я сказал, кто способен, и все усвоил Богу. Что я не таков, каковы лжи апостолы, не повреждаю и не извращаю даром Божия. Намекает на то, что они примешивают к евангельскому учению ухищрение внешней мудрости и стараются продать за деньги то, что следует давать даром. Но мы не таковы, посему он присолокупляет следующее. Говорим от чистого и неспособного к обману ума, и как получившие то, что говорим от Бога, а не как нечто совершенное нами. Во Христе не от своей мудрости, но вдохновленные Его силой. А пред Богом сказал, чтобы показать правоту и открытость сердца. Наше сердце столь чисто, что мы открываем его Богу. И вот на слова блаженного филакта о том, что примешивают к евангельскому учению, и о том, что продают за деньги, то мудрость. Игнать Тихонович оставил свой комментарий. Все, чем сегодня торгуют в церкви, пытаются оправдать Евангелием. И это есть кощунство. Словом Божиим оправдывают любые действия безбожных властей. И где бы какая кара Божия ни случилась, каких бы нечестивцев и богохульников Бог не покарал, там уже слышатся бряцание православных кадил, уже совершают поминовения, совершенно не понимая, что они делают, навлекая на себя проклятие Божие. Иеремия 48.10 Проклят, кто удерживает меч, его открови. Вторая глава закончена. Вопросы. Игнать Тихонович, вам слово. Я уже ответил, перейди. Хорошо. Второе кориффинам, третья глава, первый стих. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Толкование. Поскольку сказал о себе много великого, то говорит, не скажет ли кто, что это, Павел? Говоря себе о себе, ты сам выхваляешь себя. Отстраняет это возражение следующими словами. Говорит это силой, делая речь свою более выразительной. Намекает же на лжи апостолов, которые, не имея в своих делах ничего, что могло бы сделать их известными, сочиняли одобрительные письма, представляли их, кому хотели, и таким образом рекомендовали и приводили себя в известность. Слова его, высказываемые силой, имеют такой смысл. Уже ли кто скажет, что мы должны представить вам одобрительные письма, чтобы прийти через них в известность у вас? Или же представлять такие письма от вас к другим, затем с чувством присовокупляет? Второе хористы нам 3.2. Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Толкование. Что, говорит, сделали письма, которых вы стали бы одобрять и прославлять нас? То самое исполняете вы своей жизнью по вере, которую все видят и слышат. И куда бы ни отправились мы, всюду носим вас с собой, потому что вы написаны в нашем сердце, и мы всем возвещаем о вашей добродетели. Таким образом, поскольку вы для меня одобрительное письмо к другим, то я не нуждаюсь в других письмах от вас, чтобы сделаться известным, не знающим меня. Также, поскольку я имею вас в сердце, то не имею нужды в том, чтобы другие рекомендовали меня вам. Одобрительные письма нужны к незнакомым, а не к знакомым. Вы же, как написаны в сердце моем, что не можете выйти из него. Здесь свидетельствуют не только о любви своей к ним, но и об их добродетельной жизни. То есть, что они в состоянии были доказать пред всеми людьми достоинство своего учителя, ибо украшением для учителя служит добродетель учеников. Вопросы? Как это применить к нам? Кто из сегодняшних учителей мог бы, так как апостол Павел, хвалиться бы своими учениками, их добродетелью, Но об одобрительных письмах в современности я даже и не слышал, когда это было, не сталкивался ни разу, поэтому сказать ничего не могу. Но, видимо, в то время это было. Лжи апостолы этим как-то пользовались, набирали себе учеников через эти письма. И вот в ответ на это апостол Павел дает вот такое вразумление или пояснение, как сказать. Видите, сегодня беда в том, что у нас нету общинной жизни, приходы, друг друга не знают люди. Священник даже прочищает, он даже по именам, видно, что переспрашивает, не называет. Те сами называют свои имена. Профанация все. И как он может, даже не зная имени, хвалиться своими учениками, своей пастой, да и не учит, беда-то вся в том, нет занятий по изучению Слова Божьего, храмов. Может, где-то и есть, да, это Бог, но в большинстве своем это беда. И хвалиться нечем, остается только плакать и молить Бога о том, чтобы выслал делателей на жатву. Жатвы много, а делателей мало. 2 Коринфянам 3.3 Вы показываете собою, что вы, письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотиных скрижалях сердца. Полкование. Каким образом? Тем, что закон Христов и его заповеди, подобно письменам, пребывают и сохраняются в вас. Воспользовавшись случаем сравнить закон с Евангелием, делает здесь такое сравнение. Как Моисей был служителем закона, так и мы, служители вашей веры в Евангелие, и как он вырезал на каменных скрижалях, так и мы, на ваших сердцах. Закон написан был чернилами, а Евангелие написано в вас духом. Итак, насколько дух отличается от чернил и сердца от камня, настолько отличается новый завет от закона. Поскольку у ожесточенных людей каменные сердца, то сердца верующих назвал плотяными, потому что они восприимчивы к слову. Попробуем. Унат, Тихоныч, есть что добавить или нет? Конкретно ученик похваляется своими учениками, показывает, какой-то чемпион, как Федор Мельяненко, и сейчас, говорит, лучший его ученик сейчас завоевывает какие-то призы. Ну, ты сказал, ну, кто может сегодня показать? А они никогда вот выходят, разглагольствуют, а никого нигде не видать. Ну, бывает даже такое, самозапись, смотрит в глазок и насчитывает что-то, никого нигде нету. Вот я сегодня выставил маленькие ролики из Потеряевки, прислал Никита. Что там снимают? Убирают снег, у батюшки там сено, где-то встречаются, у нас все видно. Эти ничего нету, инкогнито, скрытые. А мы легко отпускаем своих учеников, когда посещают баптистские собрания, там, адвентистские, где бы вы ни были. Мы можем им похвалиться. Милостью Божию наши братья, опять же, на меня будут нападать. А вы хвалитесь, на меня просто побуждают, вопрос задали. Как не похвалиться-то? Когда мы свободно отпускаем этих людей в любую обстановку, и они там будут свидетельствовать не по курсу партии, не по курсу патриархии или другой какой-то организации земной, а по Евангелию, по слову Божию, по святым отцам, то, что они запомнили и сказали. Ну, я-то внутри себя радуюсь, видя это. Вижу, что самое главное берут на занятиях или где-то. Ты посмотри на другие-то занятия. Что они говорят? Там ни один не участвует. Как должно? И никого не видать. Они вот как замерла она у него, эта аппаратура, он никуда ее не повернет. Никого больше нету. То есть никаких учеников-то нету. Чего бы он не показал-то. Учитель всегда хвалится учениками. Когда какой-то конкурс или что-то, сейчас вот сколько там, я не знаю, ну, больше 20 государств участвовали из Российской Федерации, мальчишка там, лет 16, есть ему или нет, по физике, занял первое место. Но это же означает, что кто его учил, кто его натаскивал, кто передавал знания, это его ученик. Здесь речь идет именно об учителях. А какой запах они зают? Живители на жизнь и смертные. Наши люди никогда, нигде не будут защищать, когда режут мощи. Не один. Я определенно могу сказать, что они этим не занимаются. Они неоднократно слышали, что никаких миссионерских отделов создать нельзя. Это делает только Дух Святой, и притом только по двое посылает. Эти-то, которые называются миссионерским отделом, самые жестокие, самые хамовитые туда отбираются. И пытаются имитировать. Да кто им имитировать под Дух Божий? Нападают, они свирепые такие, бросаются, любую ложь говорят. Наши-то люди совершенно другие. С кем бы ни встречались, свидетельствуют, к нам нельзя приглашать, но мы иногда разрешаем прийти. Где бы ни услышали, я не говорю о добродетели, это настолько естественно, помогать друг другу, у нас это все есть. Я говорю пока о духовном. даже нерасположенный к нам священник, знаменитый такой протеерей, ведет занятия, а ничего не знают. А наши пришли сзади сели, а он их видит, и он поднимает, и говорит, а вы как ответите? Они сразу отвечают, во, это сразу видно, называет нас, это наша школа. Это Капранов Михаил. Он бы-то нерасположен, зачем бы это он говорил? Значит, это видно и бросается сразу в глаза ваших людей, говорит, сразу можно отличить. Почему? Четко, конкретно по Евангелию, по святым отцам. Да-да, нет-нет, здесь никаких вилюжин нет у них. А это с кем бы не встретился, они никакие совсем. Он думает, чем их один, он никуда не годен. А два-три, как вот собачья стая, какая я называю кодла, собираются вместе, любого разорвать готовы, а ничего нет. Как только ответишь, не по зубам все скрылись, никого нигде. нету. У них ничего нету. Почему? Потому что не на любви строится, а любовь взыскательная бывает. И когда такие у тебя ученики растут, ты можешь их осмотреть и радоваться. Я буду хвалиться вами на суде Божьем, мои близкие друзья. Вот такие занятия, простые, вот как сейчас ты ведешь, Сергей. Ну, где они? Если где-то есть, покажите. Люди, которые были у нас, их закрыли, не дали. Они где-то что-то отдельно образовали. Но я не могу никак найти, как они их ведут. У нас были такие люди, которые фактически уже отошли, но еще считались нашими. И вот они начинают где-то вести занятия, где-то при каком-то клубе, заводе. Ну, знаешь, о ком я говорю. Саша у нас был такой. Я один вопрос задал. А куда ты людей поведешь? Ну, там видно будет, да никуда ты их не поведешь. Люди тебя сразу раскусят, что ты фальшь. Ты не такой. И так и есть. Я ему дал материалов, там, наверное, полтону только книг отсыпал. Там ужас, сколько дал. Он все бросил, как будто никогда его не было. И нигде нету. Залег. И Залег уже лет 15 лежит. Почему? Они вышли от нас. У нас это видно, не были наши. А там они не знают, кто пришел, кто ушел. Шатание идет везде, в любом храме. И ты посмотри, как у нас идет богослужение. Без 7 минут свет мигнул, зашли, замерло все. Это та куча святые отцы. Они начинают на это клеветать. Ну, это внешнее. Даже внешнее вы не можете сделать. Сделайте, чтобы не ходили люди. Чтобы минут за 7 углубились в молитву. Чтобы ни одного опоздания не было. Опоздавши только с работы. Ну, как наши порядки. Одним словом. Где нам есть чем похвалиться перед Господом? Почему с нами Господь? Такого порядка я нигде не видел никогда. Они даже и не знают, что это такое. Вот я конкретно беру из этого стиха. Мы должны быть похвалой друг для друга перед Божьим судом. Я скажу, вот, ты дал мне таких-то людей. Это мои друзья и братья. Как я счастлив, что окружен ими. Отошел. Второе калифинам, третья глава, четвертый, пятый стихи. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Толкование. Поскольку показал, что Новый Завет выше Ветхого естественно было заключить, что и мы апостолы, служители Нового Завета. Выше Моисея, который служил Ветхому Завету, но это показалось высокомерным, то говорит, нет ничего нашего, но уверенность наша, то есть похваление наше в Боге через Христа. Ибо Христос есть причина того, что мы похваляемся в Боге и ничего нет нашего даже. Самого малейшего эту именно мысль выражает словами «Мы не способны помыслить что от себя». «Вопросы»? «Вопросы»? «Что у вас там подождите, а что у вас там с другой будет?» То есть это синхронно словами, что никакое пророческое слово не сказано в Писании по воле человеческой. Этот смысл, да, Игна Кихонович? Он говорит, не сами от себя, все от Бога. Да? Не слышите? Видишь, это говорит, когда полная у него уверенность в этом есть и есть с чем сравнивать. И когда слово Божие стоит на первом месте, притом ну абсолютно не надо ничего доказывать. И не надо доказывать. Вот в этом плане-то тоже я опять же похвалу эту от Господа имею. Наши люди, которые здесь есть, они знают главный святилих Слова Божия. Остальные это где ничего не берут, тем более православные. Сегодня мне наша сестра Екатерина написала, где-то она вела занятия, видимо благословение там было, и какие-то ваптистские песнопения разучивала-то. Но я не знаю, я знаю, что ваптистах плохих песнопений нет. И ее там захватили, отрекись от всего, ее сейчас трепут, и она ко мне обратилась, завтра утром я озвучу это в событиях дня. Маленькая переписка была. Я ответить ничего не могу, потому что если запись была бы, я бы сказал, вот она говорила правильно-неправильно, но я ее знаю, еще она обыгнулась неправильно-то будет говорить. Но она говорит, меня тут гонят, как-то, мне еще к баптистам ходить только осталось, а ему нужды нет, как раз это и хотели, чтобы мертвое царство теней никто не трогал, а не тени, поле полное мертвых костей. И вот только появляется какой-то живой человек, они бросаются от него, ну никакие, они этим показывают, что они даже человеческого образа не имеют, не говоря, что образ Христов. Только ответил я, она больше не отвечает, видимо, то ли ищет, что там показать, я говорю, мне стихотворение, что там изучали, чтобы я точно мог дать ответ. Но так воображение, я их учения знаю, ты плохого ничего не могла сказать. Они нигде не против троицы, не воюют, ничего, тем более занималась детской группой, ну я просто знаю человека, но они никак не хотят, чтобы меня вызвать. И где-то же про меня собирается, что-то там они клевещут, никогда не вызывают. Знаете, что я все время торчу здесь. Вопросы задать-то. А почему? А лишены благодати? Благодати лишены. И поэтому спрашивать-то не еще. Знаешь, что нам награду сплетают венцы. Я считаю, этот Новый Завет выше ветхого, вопросов никаких нету. А им ветхий завет не нужен, и мы от них постоянно все это слышим. Писание у них никакой роли не играет, совершенно. Мы сегодня записывали, какие ответы дают, и как будто бы вообще Христа никакого нету. Библия вообще не упоминает нигде. Ответы, где слышали, видели, какое сновидение, это говорят знаменитые, такие очень известные, пастыри и архипастыри. И поэтому это их доход. Они молотят языком волы, им должны давать, а тут мы разрушаем это все, не говорим, не это главное. Главное это любовь к Слову Божию, ко Христу, чего они вообще не знают. Ну, это ответ. Второе, Коринфянам 3.6 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Толкование. Наша сила, говорит, от Бога. Он сделал нас способными, то есть укрепил, сделал способными служить великому божественному всему делу Новому Завету. И ветхий закон духовен, то есть дан Духом, но не подавал Духа, как подаст его Новый. Итак, смысл слов такой. Нам вручено сообщать не букву, как Моисею, но Дух, ибо апостолы не только учили духовному и божественному, но и сообщали Духа через возложение рук. Закон, говорит, подвергает наказанию, когда замечает кого-либо согрешающим, даже в самом, казалось бы, малом, таково собирание дров в субботу. В этом читаем книги чисел 15 глава 32 36 А Дух Святой, принимая совершивших бесчисленные беззакония, оправдывает их в бане крещения и оживотворяет умерших грехом. Вопросы? Да, я вот читаю это строки, вспоминаю разговор с одним пятидесятником, и речь коснулась, давно еще это было, речь коснулась, что-то я привел, так это Ветхий Завет, у них обычно с чем-то не сходится, ветки, так что, теперь заповеди не убей, не надо соблюдать, ну как, написано же, буква убивает, закон животворить, надо по любви, по духу жить. Это второй вопрос, так что теперь, десять заповедей не надо исполнять? Нет, буква убивает, то есть он темечко вело, что все, что лишнее надо выбросить, потому что Ветхий Завет нужно выбросить, потому что в новом написано, что буква убивает, ему так страшно, что это все, Ветхий Завет, Ветхий Завет, его понимают, он убивает, поэтому читать его я не буду. какой уровень вообще столько стоит оскорбить, все вот это лжеучителя навязывают западом в эти секты, харизматы, преддесятники, совершенно извращают слово Божие, начинаешь в истинное толкование, давай, они это ересью называют, я, говорит, эту ересь слушать не намерен. Второе карифеном 3.7 Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящим. Толкование показав выше различие между Новым и Ветхим Заветом, которое состоит в том, что последний пишется чернилами, а первый духом, тот на камнях, а этот на сердцах, так же, что последний убивает, а первый животворит, теперь хочет показать, что и слова Евангелия больше. Слава, слава. А, простите, что и слава Евангелия больше, поскольку же закон имел ощутительную славу, то есть славу в лице Моисея, а Новый Завет имеет славу мысленную, которую никто не видит чувственно, то показывает превосходство евангельской славы посредством умозаключения, говоря, что закон был служителем смерти, не сказал виновник смерти, чтобы не дать повода еретикам, но служитель, ибо виновник смерти был грех, а закон подверг наказанию. Кроме того, закон был только буквой и не подавал подвязающимся никакой помощи, как подает крещение, но возлагал еще неизгладимые наказания, ибо этот служитель смерти был начертан на камнях. Если таким образом закон при таком свойстве своем был так славен, то во сколько более имеет славы благодать, которая несравненно превосходит его? Прекровенно обвиняет иудеев. Они, говорит, были так грубы, что не могли взирать даже на чувственную славу. Не сказал, что законы скрижали и имели славу, но лице Моисеева, ибо прославлен был Моисей, а не скрижали закона. Но и самую славу Моисея уничтожает, называя ее приходящей. Заметь, однако, что не назвал ее худой, но имеющей конец и перестающей. И 2 Коринфянам 3 8 То не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Толкование. Так как назвал закон служением смерти, то естественно было назвать Евангелие служением жизни. Но апостол дал ему название высшее, назвал его служением Духа, ибо Новый Завет имел силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа дающего жизнь. Тем славнее значит он сравнение с законом. И еще один небольшой комментарий Днатих Кончалапкина. Умоляем именем Христа распятого и грядущего судить мир, Прочтите эти слова толкования и заучите наизусть. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа. Вот в чем воскрешение России. Не в монархии, не в ее богатствах, а в Евангелии. через Евангелие идет стяжание Духа Святого. Новый Завет имеет силу сообщать не только жизнь, но что гораздо важнее самого Духа. Духа имеется ввиду Духа Святого с большой буквы. Вопросы? Идем дальше. Второй Коринфянам 3.9 Толкование. Толкование. Слово в другом виде представляет ту же мысль. Евангелие. Принесняя свои слова. Буква убивает, называет закон служением осуждения, как карателя грехов, а не виновника их. Евангелие же называет служением оправдания, потому что оно не только освобождает от наказания, но и делает грешников праведными. Поэтому Евангелие будет обладать гораздо большей славой. Вопросы? Второй Коринфянам 3.10 То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Толкование. Что я говорит, сравниваю Ветхий и Новый Завет между собой? Превосходство Нового Завета таково с сей стороны, то есть при сравнении, что прославленный, то есть Ветхий Завет представляется вовсе не имеющим славы по причине необычайной славы Нового. Ибо хотя закон был славен сам по себе, но по причине превосходства евангельской славы является бесславным. Заметь, что и этим одобряет Ветхий Завет, ибо сравниваются обыкновенно вещи сродные. 2 Коринфянам 3.11 Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее толкование приводит другое умозаключение. Если в славе дан закон перестающий и подлежащий отмене, то тем более будет в славе закон непоколебимый и вечный Новый Завет. Вопросы? Игнать Тихонович, есть что добавить? Впереди говорится еще разчтение Нового Завета, стяжание Духа Святого. Когда говорят о Духе Святом, очень часто, кто Духа Христова не имеет, то ты не его Рима на 8.9. А как стяжание, как приобретение? Ну вот Блаженный Попилак просто выразил, через Новый Завет постоянно считай, вникай, проси у Господа. И ты увидишь, как благодать Божия начнет тебя переделывать. Ты будешь совершенно другим человеком. У тебя по неволе это все будет сравниваться с тем, что ты видишь. И это зримо тебе будет видно в первую очередь в самом себе. Господь показывает, что через чтение Евангелия ты по неволе начинаешь задумываться об этих событиях и как бы себя вел тогда. И как это слово действует на тебя сегодня. И Дух Божий все более и более занимает место в сердце. И какая-нибудь неприятность, разбор какой-то среди людей идет. Кто за, кто против, руки поднимай, заметь, кто против. У него везде против. Он Евангелие не считает и верит всякой лжи. Самые простые вопросы. Даже проще некуда. Вот у нас даже там в деревне было, а я против. А почему против? Он даже сказать не может. А рука уже дернулась, я против. Но сказали, нигде ничего в деревне не зажигать. Что тут плохого-то? А я против. Другой у нас написано в уставе, никогда властям не жаловаться, не сексотничать. Нашелся такой, который прямо бунтовал. Я против. Ну а как ты хотел бы? Мы же не говорим, что нельзя обращаться к властям, но сначала разрешить этот конфликт здесь. В присутствии всего народа, батюшки, и они дадут тебе добро. Нет. И когда человек уехал, теперь мне пришлось быть в прокуратуре и пришлось считать кляузы, какие он писал, что узнавал. Протом человек не дальний какой-то, а близкий. Вот как. Он против чего воевал-то? Ты сразу подумай, ну а почему? У нас частенько бывает, ну как, голосуют об этом. Вот у нас были люди, двое, пожилые уже в годах пенсионного возраста, а я против, что снимают, у нас все снимается. Ну а почему против? А я не хочу. Ну это одно и то же. Я против, я не хочу, и это одно и то же слово. Почему? Причина какая? А мне не нравится. Ну ты опять же то же самое сказал, только другими словами. Ты конкретно покажи какая причина. Что-то тебе плохого говорят. Нет. Ты не участвуешь, тебе забидно, что другие отвечают, а ты не можешь ответить. Ну причина-то какая? Он не может ответить. Он не может. А почему? Нет духовного рассуждения. А если настоящие друзья у этих людей, а друзей-то и нет. Они друг друга только находят, до дверей пока идут. А как только за порог шагнули, могут пойти даже совершенно в разные секты. и видно, что это не от Бога, это действие. И мы действуем всегда с великим дерзновением, когда об этом говорим. Даже некоторые, видя, как вот я выступаю, какие у меня люди близкие, которые живут со мной, ну как я их постоянно получаю, они уже начинают порочиствовать, они обязательно Игнатия убьют. За что его убьют? Убьют. А тут не то убьют, а люди делаются более близкими даже. А почему, говорят, убьют? То есть у них этого нет. И они где-то слышали, кто-то пытался другого переделывать, переучить, его убили. Они не понимают, что если человек своими силами где-то ломает, ничего не дало. Ну, вот ходят они, папиросы вырывают у людей. У нас-то этого нет. Но все это приписывают мне, что я тиран, тоталитарный волк. А где я? На собраниях, посмотри где. Когда все до одного выскажутся, закрывать собрания, тогда мне только слово дали. Ну, я тогда и отвечаю конкретно. И у меня... Ну, как остаются которые на занятиях? Посмотри, как они относятся-то. А у них это считается смертельно опасно так говорить. И сразу обо мне, и прямо открыто пишут это и говорят, за что его убьют, если он не изменится. То есть, если я не стану такой, как они, чтобы язык проглотил, не говорил, ничему не учил. А иначе, то, что я делаю, вытаскиваю людей из такого состояния к высшим ступеням, обязательно убьют. Ну, а как раз никто не убивает, тогда что? Я понимаю, что им хочется пойти самим натащить нож и убить. Ну, как вам с Энрикё-то был-то этот? В Токио-то газ, зарин, затащили, потому что предсказали, будет страшное состояние, убивать будут. Никто не убивает. А мы сами это сделаем тогда, чтобы пророчество сбылось. Ну, а что его? Арестовали, посадили. Вот я считаю это, я их вижу просто на глазах. И ни к одному мы зовём всех, кто желает участвовать где-то, а только богохульные такие слова высказывают под роликом. А у нас есть высказывающие. Вот так. час прошёл, можно задавать вопросы не по теме. Сергей, можно вопрос? Да, можно. У меня вопрос от Еремея 48,10. Проклят, кто удерживает меч его от крови. То есть, как это можно применить на сегодняшний день, значит, и вообще, как это можно удержать меч от крови? И желательно, примеры какие-нибудь. Когда мы видим, что наказывает Господь за что-то на наших глазах, мы это видим, а их начинают отпевать, а мы говорим, эти люди не знали Бога, они воевали против истины. А, да вот как это Бог куда смотрит? Ну, как раз Бог и смотрит. Смотрит и наводит порядок. Да Бог никого не наказывает, а не начинает уже, я не знаю, смутой своей засыпать всех. Вот случилось такое наказание. Где-то что-то приблизилось, где-то бывает даже арестовали что-то, застрял. Но я знаю этих людей, я вижу, что Господь его призывает на большее. А давайте молиться, чтобы его сейчас от этого освободили. Не знаю, я прошу воли Божией, не удерживай меч Господень от крови. Его Господь наказал. Это не просто так. Это явно видно, что ни с кем больше такого не случалось, а как с ним. А может надо его пожалеть, там утешить. Ничего не надо, ты только молись. Не надо. Почему? Впереди говорится, кто делает дело Господне небрежно, тот проклят. В этом же стихе 48-10. А сегодня сплошь и рядом священники этим и занимаются. Они не учат людей. Совершенно люди ничего не знают. И сколько таких, это 98 примерно процентов, я так думаю. Где-то около этого состояния. Из 300 мощеных только один что-то знает. 0,3% и вот Господь их наказывает. А люди начинают, да куда Бог смотрит? Он смотрит. Я часто об этом размышляю. Ну пришли коммунисты, явно что чума пришла. Ну что они делают? Вырезают какой класс? Казаки. Вот у нас около старого базара памятник поставил репрессированным. Я там был, там слово пришлось сказать, отмечать журналистам, этим телевизионщикам. Стоит мужик молодой, ну лет 35, мальчишка прощается, обхватил его, а у него же руки скручены сзади. Ну молодой, крепкий, сильный, куда? Расстрелян будет. Но никто не спрашивает за что. Я говорю, вот вы видите, как долго готовили памяти, хороший памятник-то. Ну хоть в каждом дворе поставь. А за что? Он участвовал где? В армии белых. А теперь пришли красные, они его к стенке потащили. А он скрылся. А его нашли. Почему он в другом? А если бы он нигде не был, тогда один бы вопрос был. И когда начинаешь дальше рассматривать, ну даже вот Николая Гумилева расстреляли-то. Ну знали, что это поэт, такой редкий талант у него. Ну он-то выступался среди офицеров, среди тех, которые готовили убивать коммунистов. Ему сказали, только отойди от них. И проклят, что меч Господний удержит от крови. За него нельзя было заступаться. Даже близкие друзья, которые имели отношение к ЩК, и не могли заступиться. Он уперся, просить не буду прощения. Ну не будешь, значит, расстреляли. И когда мы видим, что целый класс священников потащили на расстрел и придумали, какая 58 статья, там 14 подпунктов было, в которой говорится враг народа, содействовал там шпионажу, враг народа. Я стал дальше думать. А они учили народ? Нет. А у них было Евангелие? Было. Слепые, вожди слепых. Они людей совершенно к Евангелию не приучали. И весь народ они держали во тьме. Это враги народа. И по этой статье, придуманной там Сталином или Дзержинским, они пошли считать ступени Лубянки. И никто их не может освободить. И когда Путин пришел на Бутова, где ходил, ну его там сопровождают архимандриты, видимо, епископ там был, он видит, сколько погубили священников, речи, вот о сотнях тысяч, он только ходил невероятно, чудовищно. Но дальше-то ему никто не подсказал. Мы свое заслужили. До нас никто не тронет. Они какую цензуру устраивают, как гнали старобрядцев, как гнали штунду, молокан. Это все теперь откликнулось им. И вот в покаянии зарубежного синода, русской православной церкви, к которой мы относимся, они говорят прямо, просим прощения у старобрядцев. Вас за благочестие, которое принесли монахи, при князе Владимире, гнали наши реформаторы, как Никон. Но мы-то не гнали. Но мы-то их последователи, а вы тех. И за что? За старинное благочестие. И мы просим прощения у вас и у умерших. И потому пришла советская власть, и теперь уже мы гонимые, расстреливаемые ими, как мы вас гнали. Вот это истина. Так должно быть. Именно так. А это покаяние нет. Патриархия абсолютно беспокаянная организация. Совершенно. При перестройке претерпели реорганизацию все, кроме КГБ и Патриархии. Два органа. И армия была разложена там, и все по-новому сейчас изобретают. А это как тогда были, так и сейчас. Ничего не меняется. А почему? А Патриархия была пятым отделом КГБ. И была комиссия назначена по тому просмотреть, который сотрудничали. Глеб Якунин там был. Все прикрыли эту комиссию, а его Анапеи предали за то, что не вышел из депутатов. Вот на все, когда смотришь и видишь, что с ними случается, они погибают там, где спасения-то никакого нет. И при том постоянно это. И ты не ходатайствуй, не проси за них ничего, только добудет воля Божия. Потому что иначе ты будешь проклят. А они прокляты были, делали дело Божие небрежно. И рядом в этом же стихе говорится, и проклят, кто защищает их. Не защищать. Убери руку, пока тебе не отсекли ее. Об этом хорошо сказал Игнатий Бричанинов. И это нечестье, даже о нечестье говорит, не по мысли смертной рукой задержать, а просто сметет. Я только сейчас смотрел ролик один, самая высокая плотина, и дожди такие в Америке, и через верх лещет. Вода, ну, самая высокая плотина, там, сколько там, сто с лишним метров, кажется. Даже сказать страшно. Поэтому, да вот невинный ребенок, а куда Бог смотрит? Вот такое. Бог видит, отмерил. Совсем маленький бывает, ребенок где-то погибает. Погибает, там, утонули, или прочее. А вы знали их? Да, знали. Я отдельно разговариваю. Скорбите? Да, конечно. А какой ребенок был? Ой, говорит, злодей рос. Так задумаешься, хорошо, что его нет. А что бы они делали сейчас здесь? Вот и все. И проклят, кто не знает, суется туда. Начинает отпевать и прочее, что, ну, это неправильно, эти люди хорошие, в рай надо. Везешь, кадила гремит, дым пускает. Кто неверующие люди? Попы уже там, уже гремят кадилами. Почему? Как говорится, на лапу положили. И вот что означает Андрей этот стих. Не совесть, не защищай, а только молись. Можно еще добавить чуть-чуть? Понужно. Я хотел еще тогда Игнать 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 как-то библейский выпустил. Я хотел сказать, что вся Библия именно говорит об этом. Особенно о евреях. Потому что единственный народ ветхозаветный был церковью. И поэтому, когда они отступали от Господа, то всегда шло вот это наказание, вот этот самый меч. И 20 лет они были в плену, и 40, и 80 лет при Гедеоне они были в плену у язычников. Ну, а потом, когда распяли Христа, Господь им определил почти 900 лет быть рассеянными. Это вот все этот меч Господень. Но это библейское. Можно читать, если Библию читают, где будет читать наказание евреям или отдельному человеку, может быть, или целому народу. Аминь. Я хотел спросить сейчас вот в Беларуси, вы знаете, сейчас же тут идут у нас демонстрации, народ выходит на улице, то есть в каждых центральных городах собираются митинги, там по тысяче, по полторы тысячи людей собираются, то есть люди недовольны жизнью, малыми зарплатами, то есть и можно ли считать, что это на этот лют, на простой, что это есть наказание от Бога, именно на простых людей, что вот они собираются, значит, манифестуют, значит, и можно ли мне, например, крестьянину вообще участвовать в этом всем, ходить на эти мероприятия, скажем так, вот как это вообще? прошла Украина, сейчас специально готовятся снайперы, они где-то засядут, несколько белорусов, там штук 70, хлопнут, и начнется война, такой же Майдан, и что, лучше они сделали? Нет, они сделали с посмешищем над всем миром, никуда не ходи, забейся, что тебя нигде не видели, не засветили, боком, боком, помаленьку, как Феофан Затворник говорит, через этот базан, но, но, лошадка, да скорее проскочи, лишний раз в магазин не ходи, нигде не засветись, нигде лишнего слова не скажи, иначе придется тебе бежать, и никто тебя не задержит, вот ответ. Я понял, а у меня все, спасибо Христос, спасибо Христос, можно подождать? Нет, подожди, сейчас у нас утром через Сергея также набирается команда, в 4.40 по Алтайскому, а разница с Москвой у нас в 4 часа, мы встаем на молитву, попросили, чтобы видно было как молимся, и кто желает, вот кого мы видим здесь, ну некоторые барнаульские даже и не хотят молиться-то, пенсионеры, ну выйдите один раз, помолитесь, боитесь поклонов или еще пузо растрясти, посмотрите, как положено в церкви, поклоны как делаются, какие молитвы считаются, это немного, со вступлением совсем не больше полчаса, и знают, и живут рядом, я их вижу здесь даже, тут фотографии, никого нету, а из Белоруссии приходят, на вас, может быть, это и задержка будет, кого-то Господь пощадит, кто молится, почему молится, чтобы жизнь была тихая, безмятежная, безмятежная, это небеспечная, ну мне все равно, мятеж, это революция, мятеж, метутся люди, недовольные, чтобы жизнь, прожить без революции, без мятежа, безмятежная, нигде не суйся, только молись, а я вот, ну просто скажу, мы в Белоруссии были, я редко могу назвать, где, в каком государстве, которое, и бывшие Советские Республики, где бы мне так понравилось, как Белоруссия, вот, у меня даже, ну, грамота похвальная, или как сказать, благодарственная, от Лукашенко, Александра Григорьевича, он мне нравится, и вот, вчера я смотрел его ролик новый, он отвечает там, Диме, этому, Медведеву, Дмитрию Анатольевичу, как, ну и там, как уже, что вы на деньги, и проще это, я его нигде, даже не то, что судить, а каждый день, я его имя произношу перед Богом, он и знать не знает, просто он мне нравится, я молюсь за Порошенко, где его критикуют, и проще, мне это зачем, ну, там Порошенко, ну, Порошенко, маленькая Порошенко-то, я говорю, а у нас паутинка, ну и что, драться будем, кто сильнее, нам нужно любить Бога, тем более, мы славянские народы, одна вера православная, когда нам даже слова нельзя сказать друг против друга, такое прошлое было, Анжелика задает еще один вопрос попутный, как тогда ходить в такие храмы, с такими патриархами, благодать там есть, но имеется ввиду, патриархи, которые дело Господне делают небрежно, и которые прокляты Богом, и в то же время, вопрос возникает, если они прокляты, как там может быть благодать, тогда в таких храмах, когда священники не учат народ. Это не нам судить, надо молиться и все, я вот каждый день молюсь за Эрдогена, турецкого, за Рамзана Кадыра это особо, он нуждается в этом, он как Богом избран, как щит там стоит, с той стороны, чтобы не хлынули эти, которые взрывают и проще. А ты герой? Он и так герой России, отец у него герой России, и не надо ему какие-то шпильки ставить, а только молиться надо за него. А вот эти патриархи, которые они такие, это нам говорят не такие, а мы что знаем-то, не встречались ни с одним. Я говорю, мне сегодня вопрос задали, вот, правильно или неправильно? Я говорю, так вы мне дайте хотя бы краткое содержание, как вы говорили, это я не могу ответить. Мне не открыто это, что вы там, в другом конце страны, как-то говорили. Я не пророк, мне не открыто. Вы сами откройте, что вы там говорили. И тогда вас эти Библии, я скажу, призывают ее покаяться. Она девушка. Подожди, кается. Сначала дай знать. Если ты покаешься, означает, ты встала на их платформу. А то, что ты правильно говорила, ты отверглась, а тебя Бог все отнимет. покаяние иногда бывает, перед кем? Неправильно-то. Оно может лишить тебя благодати, которая у тебя была. Ну вот, представь, мы считаем, там у Паисия, кто, у святых было это. Он продавал, ходил в город, там, что они, рукоделие сделали, там, сыновки, какие из пальмов, ветвей, корзинки. Он пришел, он его в упор, не видит ученика. Он ходил, ходил, да, отче, я пришел. Он, наконец, второй или третий день тогда увидел его. Да кто ты такой? Да как? Я же твой ученик. Я не вижу ученика. У меня христианин был. А ты кто? Да я же христианин. Какой же ты христианин? Боготступник. Да с чего же ради? А с кем ты дорогой шел? Ну, с евреем. И о чем ты разговаривал? Ну, да там ничего не было. Я спрашиваю, о чем разговаривал? Ну, он говорит, вот вы верите Христа, а он не настоящий обещанный мессия, другой только придет. А ты что сказал? А я сказал, ну, может быть так. Ты что, совсем не понимаешь, что ты отрекся от Христа? Пошел прочь с дороги. Вот ему тогда открылось, да отче, да помолись, да давай молиться. И у него изо рта как пошел дым, как будто у него 180 пачек табака зажгли во рту. Вот и все. А сколько раз так-то говорили? Сколько раз отрекались? И где слова какие говорили? Не нам судить там этих патриархов, мы можем только молиться. Мы каждый день молимся. И благодати, а я считаю безблагодатными. Грех на душу не бери. Скажи, не знаю, не знаю, Бог дает благодать. Без благодати Божия ни шагу, никуда. Я вот вел занятия в университетах и приходили люди разные, сектанты. А вот как вы думаете, баптисты имеют Духа Святого или не имеют? Ну, они баптисты, сидят здесь же. Я говорю, первоначальную стадию имеют. А как вы узнали? Ну, если они говорят, что мы верим во Христа как в Спасителя. Я говорю, вы верите в это? Верим. А написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это не я говорю, Дух Святой говорит. Если они Иисуса признали Господом, Владыкой, это Дух Святой им открыл. Так имеют или не имеют? Если не имеют, значит, я не верю в Слово Божие. Ну, а почему они не православные? Потому что засохли на первой ступеньке. Нет благодати освящающей, о чем говорит Пеофан Затворник. Все встало на место. Ну, а как нам это принять? А другой начинает, да я сам чувствовал, что-то не то. Вот начинает там причастие, то другое. У них хлеб остался хлебом, а у нас тело Христово. Нам жизнь дана в таинстве, в причастии, а у них этого нет. И все. А кто более нравственно живет? Конечно, они, баптисты. А почему? Потому что очищены через Слово, которое Христос проповедовал, от нас его спрятали. А мы на нездоровую, болящую душу еще накладываем больше. Ну, когда ответишь так, и православное, все голову опустили, потому что ты своего не ищешь. Ты отмечай по Слову Божию. Благодари. Ну, а вы можете сказать, вот в Арфоломеи там уже служит все, с папой, ну, в Арфоломеи греческий, вселенский патриарх считается, да сохрани Бог. Ну, вот меня спрашивают про Украину, там Денисенко, Филарет, и у Анапии мне предали патриарши. А он патриархом сейчас там делает, оружие просит у Америки воевать с Россией. А вы как считаете, он благодатный или нет? Не могу сказать. Но к нему я бы на исповедь не пошел. Я внутренно отторжен. Если он здесь получил такие большие звания, и ему уже дальше говорили, а он их начал, там, я не знаю, что, если муанап ему вынесли, ну, надо думать об этом. А то показывают монах, его дети, ну, все это при нем. Но так это или не так? Чтобы он безблагодатный, я ни одному не сказал, кто с Украины звонил. Но к нему бы я не пошел, а стал бы искать, если никаких нету, московскую патриархию. А там такие есть, и много. Я уже не знаю, сколько их теперь там перешло там, которые ходили, уже всегда. Я теперь все время хожу в московскую патриархию. Я не похулил того, и этого не восхвалял. Я просто сказал внутреннем, в молитвенном состоянии, когда я молюсь, я на молитве это все проверяю. Я чувствую, у меня открытое сердце к патриарху. Хотя я разбираю его ответы, вижу, делаю замечания, какие, комментарии. А к тому у меня никакого нету. Нету. Я был у него на богослужении, у этого патриарха Филарета Денисенко. Я не знаю, поняли, что я сказал. Что-то никто не отмечает. Никого нету? Игнатий Тихонович, здравствуйте. Можно вам еще вопрос? Я вот тут написала, вот наши батюшки, они получаются, все же, вот как вы их называете, моченые, да? Полностью-то никого же не погружали в воду. У нас как сейчас крестят? У нас уже давно так водичкой полили голову большим взрослым людям и все. Так вот, как мы считаемся? Мы крещеные или мы нет? И батюшки наши? Не крещеные, обманутые. И батюшки наши все тогда? Ну, и обманщики. Из вас среды, говорит, вас станут лютые волки и нещадящие стадо. Они за это только должны быть извержены. Пятьдесятое правило апостольское. А еще не в три погружения, да будет извержен. Это в книге правил написано. Я называю, какое правило где. Пятидесятое апостольское правило. Пятидесятое апостольское. Это уже после Нового Завета, да? Это не Новый Завет, а это книга правил Вселенских Соборов. Я имею ввиду, это уже после Иисуса Христа, да, все было вот эти вот Соборы? Конечно. Ага, поняла. Так и как нам-то сейчас считать? Если у нас патриарх моченый, как вы сказали, он не крещеный, дальше-то что? Еще раз говорю, вот за эту ступень дальше не надо заходить. Я на сто процентов, если буду знать, я еще не знаю, он моченый или нет, но думаю, что моченый. Ну, допустим, ну не он так еще, 50% священников. Я все равно его признаю благодатным. А почему? Так принято. То есть, этим их не можем. Я ему буду говорить, что приезжай к нам 9 июля, в Потеряевке будет крещение в озере. И у нас приезжали тут иеромонахи, принимали крещение, патриаршие, уезжали и дальше служат. Неправильно крещение. В прошлом году у нас тут разные люди были. А это не будет считаться отречением от Господа? Крещение должно быть только с погружением. Другого нет. Символ веры, что мы нарушим тогда. Что? Сказали символ веры, мы нарушим, если будем по новой креститься. Ну, вы символ верите или смысл? Слово крещение означает погружение. И скажите, а как мы нарушим-то? Это вы нарушили? А они, видите, возлагают на вас, то есть они хохму творят, они смеются над вами, как над лохами. Какое же это крещение? Да, они сами этого не знают, я так думаю. Наш батюшка этого не знает. Думать не надо. Троекратное полное погружение написано. Скажи, батюшка, а у вас требник есть? Требник, запомни. Требник, это у него маленькая книжечка, всегда в кармане, как совершать таинство. И там написано крещение. Что такое крещение? Троекратное полное погружение. У него написано, он в кармане лежит, он спрятал это, как жулик. Я позвоню ему и сегодня задам такой вопрос. Он не крещеный поп, потерял совесть, потерял стыд, еще с ним разговаривать-то. А я у него спросила, ты можешь у соседней цыганки спрашивать? Я тебе считаю закон Божий. Закон Божий. Говорит, и крестили где? Зашел Евнух и Филипп оба в воду сошли. Зачем это в воду? А когда крестили, говорит, близ Янона, где было много воды. А зачем много-то? Шерепушка подчеркнул бы и хватит. Игнатий Тихонович, вот я опять вам одно и то же. Вы ж ходите к батюшке, он тоже не факт, что он полностью погруженный в воду. А? Какой батюшка? Ну вот вы ходите на исповедь же куда-то, нет? Никуда мы не ходим, у нас свой священник, полное погружение. В Маульске-то храм не ходите? У нас без полного погружения ни одного нет в общине. Ни одного. Или вы только в общине исповедуетесь у себя? Да, только так. Так и положено. А где попало исповедоваться, это канун запрещает. Угу. Все, спасибо. Все, вы мне разъяснили. У нас, которые принимали крещение, они живут даже в других областях, а причащаются, приезжают сюда. А как часто? Раз или два раза в год. Как говорит Иоанн, Златоуст говорит, иные причащаются в два, в три года один раз. Угу. Понятно. Будем иметь в виду, ладно. Еще вопросы у кого-то есть? Нет вопросов. Давайте еще один стих прочтем, или там два, сколько времени у нас осталось, четыре минуты. Второе, коринфянам 3,12. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением толкования, поскольку приписал Новому Завету необыкновенную славу, то тем, которые, услышав это, пожелали бы видеть славу его чувственно, говорит, что мы имеем такую надежду, какую? Ту, что все мы, верующие, удостоились большего, нежели Моисей, и потому пользуемся большим дерзновением относительно наставляемых нами, ничего не скрывая и ничего не опуская и не покрываем от вас лица, как покрыл его Моисей от Иудеев. Ибо вы не так слабы, как они. Моисей же, когда получил скрижали в другой раз и сошел с горы, имел такое сияющее лицо, что иудеи не могли ни подойти к нему, ни говорить с ним, пока он не закрыл лице покрывалом. На историю этого события указывает Павел, когда говорит следующее, 2-й, Симфином 3.13. А не так, как Моисей, который полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. То есть нам не нужно покрывать себя подобно Моисею, ибо вы можете смотреть на ту славу, которую мы имеем, разумею, славу Евангелия, хотя она гораздо блистательнее Моисеевой. То есть вы можете понимать тайны Божии именно Евангелия, и нам не нужно закрывать их от вас неясностью, как покрывало. Израилетяне же, как плотские, не могли видеть, что закон имеет конец, и что он будет отменен, ибо покрывало означает плотский ум их, как узнаешь ниже. Некоторые же понимали сие так, то самое, что они не могли взирать на лице Моисея, покрывало, что эта слава имеет конец. Не покрывало, показывало, показывало. Так, еще раз благодарю. Некоторые же понимали сие так, то самое, что они не могли взирать на лице Моисея, показывала, что эта слава имеет конец. Ибо как скоро они не видали славы, то ее и не было. И всем показано было, что она кратковременно потому не проявила себя славой. Вопросы? Молимся. Достойно истерково истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога наша, истиннейшую веру, и славнейшую без сравнения всех, и без действия Богослова рушил, истиннейшую Богородицу, и славнейшую Богородицу. Господи, возри на то, что делают правители. Дай им страх Твой, святой. И через них издай добрые законы, дабы они преследовали детей, верующих Тебя. Посети тех, кто потеряли свободу, которых пытают за имя Твое Святое, утеших Твоим присутствием, как и болящих. И нас, помилуй, милости Твоей ради, научи ценить то, что мы имеем сегодня. Тебя слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Аминь, Христос, до пятницы.